Здарова! Это обзор Atmopork, я Трэш и, как всегда, Android Shake. Сегодня у нас особый топ. Топ-п***ки игр. Эй! Кто запикивает слово п***ки? Топ-п***ки игр. Ну что ж, думаю, до уровня порно мы опускаться не будем. Тем более там сплошное говно. Ну а вот качественные игры, завязанные на пошлости и эротике, мы копнем поглубже. Атакун Моу — это забавный кликер, в котором вам в роли отважного мальчишки предстоит защищать человечество от нападения гигантских девушек, пришедших из другого измерения. Перед тем, как прибывают эти цыпы, на вас будут нападать монстры, которых вам необходимо атаковать свайпами по экрану. Как только на экране появляется гигантское бабище, вам нужно проводить серию сокрушительных приемов, чтобы снять с нее всю броню. Разблокированных девушек ты будешь сохранять в коллекцию, где сможешь снять всю броню для полного сокрушения врага. Боурин — это великолепный боулинг, где ваши шары будут катать обворожительные аниме-девушки с невероятной физикой из шаров. Геймплей прост. Зажимай в нужном направлении и в нужное время, чтобы рассчитать угол и силу броска. Побеждая в чемпионатах, ты будешь раскрывать новых девушек, наряды и локации. За заработанные очки вы сможете прокачивать девушек, получать улучшения, открывать новые приемы и усиление для шаров. Слайдинг-энджел — это захватывающий дух гонки на водных горках. Начни с обычного надувного круга и закрытого купальника. Побеждайте в гонках, собирайте монеты и проводите фотосессии для того, чтобы зарабатывать новый надувной транспорт и наряды. Станьте чемпионом мира! Купите самый откровенный купальник и надувной банан для своей девушки. Конечно же, виртуальной. Demon's Core — отличная смесь тира и ритм игры. Вы играете за девушку по имени Серенити, которая отправляется на поиски отца в психлечебницу и по пути встречает левитирующего говорящего мишку, который дает ей пушку для уничтожения грудастых демонов и боссов. Да, сюжет то, что нужно. Кстати, разработчики игры знаменитые Square Enix, так что качество геймплея и графика не подведут. Ну и, конечно же, лучшей игрой с ноткой пошлости являются похотливые приключения девственника Ларри Лафера. В Leisure Suite Larry вы попытаетесь заняться сексом с любой встречной девушкой и поймете, как это непросто. Как будто мы и раньше этого не знали. Решайте головоломки и квесты. Методом проб и ошибок вы получите не только результат, но и пару уроков пикапа. Для тех, кому хочется поиграть во что-нибудь, что он мог пропустить или позабыть, я, как всегда, предлагаю отправиться вперед в прошлое. Я не очень люблю жанр тир, но The Lowless оставила очень приятное впечатление, которыми я не могу не поделиться с вами. The Lowless — это не просто тир. Это даже заскриптованный тир, что сводит ваши действия к невероятному минимуму. Но за то, что мы получаем в итоге. Во-первых, это захватывающий сюжет про месть за брата. Во-вторых, это простой и в то же время требующий внимательности и быстрой реакции геймплей, отличающийся от остальных тиров. А в-третьих, мы получаем великолепную графику с реалистично и кинематографично продуманными и яркими сценами в каждой перестрелке. Ну а теперь к игре недели. Конечно же, игрой недели можно смело считать великолепную и мультиплатформную The Uncertain, которая пополнила ряды топовых андроид-квестов. The Uncertain — это первый эпизод великолепной адвенчуры в постапокалиптическом мире. Робот-изобретатель RT-217NP проявляет странный интерес к вымершему человечеству. В мире, заселенном одними бездушными машинами, ты вместе с RT будешь проходить увлекательные головломки, раскрывать тайны и подробности событий, которые привели к таким последствиям. Конечно же, ты сможешь влиять на других персонажей и на будущие события в грядущих эпизодах. В игре невероятная графика, а посему требует чипа от Nvidia. Что поделать? Ну что ж, а теперь перейдем к анодцам и узнаем, чего нам стоит ожидать на андроид. Адроид Наиболее редким и желаемым гостем на андроид, конечно же, является жанр хоррор. Так что как нельзя. Кстати, компания Glitch Games анонсировала выход The Forgotten Room. Пока мало, что можно сказать про The Forgotten Room. Кроме того, что геймплей будет основан на исследовании территории. Игра будет походить на Silent Hill, и уже по ролику ясно, что она будет обладать невероятно детализированной графикой и атмосферой. Бета-тестирование запланировано на ближайшие месяцы. Дату выхода игры компания Glitch Games пока не анонсировала. Подписчик с ником Александр Левкович или Левкович обратил мое внимание на замечательную и сказочно сумасшедшую игру под названием Mexico Rex. Я вот подумал, почему бы вам не принимать участие в создании всего шейка. Топы мы уже и так составляем вместе. Так почему же вам не делиться трэшем, интересными играми прошлого и анонсами, которых вы ждете? Так вы существенно мне поможете и составите шейк сами. А взамен, естественно, я буду упоминать вас в выпуске. Так, на чем мы остановились? Ах да, Mexico Rex. Mexico Rex – невероятно крутой трэш, в котором ты будешь управлять гигантским Терексом с двумя миниганами по бокам. Жри патроны для того, чтобы пополнять их в орудиях. Расстреливай армию, мирных жителей, бензобаки, преграды и боссов в виде танков, вертолетов и прочей техники. Смертоносней пушек могут быть только клешни Терекса. Так что хватай, кусай, круши и метай во врагов все, что только видишь. Каждый уровень будет преподносить новые сюрпризы интересных противников и боссов. А на сегодня это все. Ищи печенюшку, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok